Я уже не раз говорил или писал, что не люблю оценивать вопросы. Я ко всем вопросам отношусь одинаково и положительно, и с интересом. Безусловно, кроме тех вопросов, которые задаются не с целью что-то понять, узнать, выяснить, научить себя, научить других и так далее, а задаются просто, чтобы задать, и чтобы показать, что задающий вопрос очень умный, а вокруг дураки. Ваш вопрос совершенно не этот, у вас очень хороший вопрос, и понятный, напрашивающийся. Я просто сказал, что даже положить на оценку вопроса я стараюсь не давать, чтобы не выделить тогда, иначе все вопросы должны так оценивать и подчеркивать, что вот хороший вопрос, и этот хороший тот. Но я просто хочу поделиться тем, что ко всем вопросам отношусь положительно, кроме тем, которые не являются вопросами, а способом заявить о себе и распространить какие-то негативные, неправильные мысли. Теперь вернемся к вам. Небольшое замечание. Я не знаю, почему вы привели пример о пятилетней девочке, которую даже имя ее назвали, которую убили злодейским и омерзительным способом, как будто бывает хороший способ, но мы же люди, у нас ограничены словами. Назовем это злодейским и омерзительным способом. Почему привели пример? Возможно, я о нем ничего не знаю. Возможно, что это всплыхнуло, что это общественность в вашей области, или в вашей стране, или где-то. А тут я хочу сказать, что нас, евреев, никакой пример не удивит. Поэтому в этом смысле он не нужен. Никакой абсолютно не удивит. Только во время Второй мировой войны, просто интересная и важная цифра, было убито еврейских детей, любого возраста, не пятилетних, а от нуля. И возьмем понятие детей до 16 лет, допустим. Было убито полтора миллиона детей. Я понимаю, что полтора миллиона – это число, а конкретная девочка или мальчик – это судьба. Разные вещи. Но в то же время к тому, чтобы объяснить, насколько мы с этим сталкиваемся всю еврейскую историю. И Вторая мировая война – это просто звено в цепи трех с половиной тысяч лет. Наших детей замуровывали египетские пирамиды. Может, не все это знают, три с половиной тысячи лет тому назад. Просто детей замуровывали в пирамиды. Топили в реке головой вниз в Египте. Потом нападали. Потом убивали. Потом, если опять вернуться на территорию бывшего Советского Союза или вообще восточной Европе и перейти ко Второй мировой войне снова, то задокументированы и засвидетельственны методом перекрестных свидетельств много-много тысяч случаев, когда не немцы… То есть немцы сколько угодно преступления совершили. Но, в данном случае, подчеркиваю, не немцы, а жители, скажем, Литвы. Я там вырос, а эти истории оттуда знаю. Украины. Были случаи в Беларуси. Были случаи в западных областях России. И так далее и тому подобное. Когда просто, чтобы экономить патроны, это же «мирные граждане» в кавычках. У них не так много патронов. Надо их беречь. Они брали детей за ноги любого возраста. Чем меньше возраста, тем легче это сделать. И делали тысячи. И головой об стенку. Так что вот видите, что мы прошли. И проходим. И сегодня арабские бандиты. Тоже надо знать. Надо же видеть картину, какую и в целом. Сегодня. Возьмем все эти 70 лет, сколько в государстве Израиля существует. И до этого. И 80 лет назад. И 90. Возьмем последние годы только. Уже в наше время. Арабские бандиты. Если им удается пробраться в какое-нибудь поселение. В какой-нибудь город. Входят. И удается войти в дом. И находится там семья. То методом наша пистолета. Или вот этими старыми добрыми методами. Бивают детей от нулевого возраста и дальше. И еще фотографируют. И даже в интернет выкладывают. Когда я не буду естественно такие вещи рассказывать. Потому что их невозможно рассказать. И потом. Если нужно пощадить нервы людей. Это сегодня. Это вот это вот. Борцы за свободу. Это вот эти самые палестинцы. Которых нет. Как народа. Но это не важно. Эти арабы. Бандиты. Убийцы. Все делается сегодня. Я не рассказываю никакие истории древние. Это к тому, что мы. Как говорится. Прошли через огонь и воду. И однако. При этом конечно. Каждый случай. Тот. Который вы написали. Потрясающий. От слова потрясение. Мерзкий. От слова мерзость. Низменно. От слова низменность. И мы должны соотнестись с этим. И перейти к вашему вопросу. Если так. Как говорится. Оставив взрослых людей. Может быть у каждого есть там. Какие-то грехи прошлого. Которые никто не знает. И вот не ясно. Почему он погиб так. И жестоко. Или просто умер. Или так далее. Смерть же все время случается. Все смертны. Бывает лучше. Бывает легче. Бывает хуже. И даже болезни бывают мучительнейшие. Это могут тянуться. Ни про кого не будет сказано. Полгода. Год. Два. Совершенно мучительные. Страшные болезни. И у взрослых. И у детей это бывает. Как это понять. Если там взрослый человек. Мы там договорились. Мы не знаем. Не понимаем. Но мы допускаем. Что может быть какие-то грехи. За какие-то грехи. За проступки. Но ребенок по определению. И по нашему закону. Не несет ответственности. Приравненной к смертной казни. До двадцати лет даже. А до тринадцати вообще никакой ответственности. А от тринадцати до двадцати не связаны со смертью. Как тогда это складывается с тем. Что эта смерть настигает. И приходит. И еще в самых ужасных видах и формах. Нужно. Чтобы соотнести с этим. Нужно просто несколько принципов. Знаете. И надо их осматривать в целом. Я сейчас не буду перечислять. Нужно отдельную работу провести. Но вы меня простите. Я просто перечислю. Не в порядке. От простого к сложному. И от сложного к простому. А просто такой набросок. Разных способов. Как понять эту проблему. Простой способ. Это основа нашей веры. И мы не стесняемся этого. Это через пророка Ишаягу. Всевышний говорит о себе. О себе. Я цитирую. В переводе уже. Мои мысли не ваши мысли. То есть нельзя понять Всевышнего. И поэтому можно закончить на этом. Нельзя понять. Основу нашей веры. Так он так нам сказал. Он послал нас. Чтобы мы жили в этом мире. И не задавали эти вопросы. А задавали тысячи других вопросов. А вот этот не надо задавать. Это подход тоже. Но мы идем дальше. Он не единственный. Вернее. Этот грань. Это не то что есть этот подход. А есть другой лучше. Нет. Все. Вся проблема. Справедливость Творца. И его добро. Имеет разные грани. И вот мы. Вот там одну грань. Что нельзя понять. Другая грань. Что нужно видеть картину в целом. Нужно видеть. В целом. Это значит. Этот мир нужно хорошо видеть. Невозможно. Я говорю. Теоретически. Было бы хорошо. Чтобы поставить вопрос. Творцу. Что вот он. Дескать. Прах на уста. Такое сказать. Даже не знаю. Что он несправедлив. Нужно видеть картину в целом. Только тогда можно задать этот вопрос. Но мы не видим картину в целом. Более того. Даже картину в целом. Если бы мы видели в этом мире. Мы не видим еще ту часть. Которая вечная. Что называется. Будущий мир. А в будущем мире. Подводятся всевозможные итоги. Итоги этого человека. Итоги тех душ. Которые в нем как бы находятся. Потому что в человеке это душа отца и матери. А у отца есть душа его отца и матери. И матери то же самое. И так далее. Возьмем только несколько поколений. В конце концов. Взыскиваются человека только за 3-4 поколения. Но это все равно. Мы найдем 8 человек. 16 человек. Так сказать. Позади каждого человека. Значит нужно посмотреть. Что они сделали. Где для них наказание. Где для них награда должна быть тоже. Через жизнь этого человека. Более того. Совсем уже тяжело. Нужно учесть. Что могло бы быть. Если бы человек жив. Это нам вообще невозможно. Понимаете. Прошлое мы не можем понять. Никак. Правда. Мы же не можем знать что там было. И если знаешь. Ты все равно не понимаешь. А будущее просто неизвестно. Что значит было бы. Если бы этот человек. Это девочка. Этот мальчик. Этот взрослый человек. Пятидесятилетний. Что было бы. Если бы он еще жив. Десять лет. Двадцать лет. Откуда мы знаем. Мы этого не знаем. То есть нужно по шкале времени. И прошлое разобрать. И будущее разобрать. И настоящее разобрать. Нет никакой возможности. Это вот. Чтобы показать. Что за проблема перед нами. Есть такая притча. Она очень интересная. Люблю ее рассказывать. Притча такая. Что один мальчик. Попадает в какое-то. Удивительное место. Замок. Дворец. Приятные люди. Пригласили его. Пожалуйста. Вот. Скоро будет трапеза. Ты пока погуляй. Свободно. Он гуляет в этом. Дворце. По коридорам. А коридоры такие. Коридоры дворца. Это идет коридор. Есть двери. Справа. Слева. Все закрыто. Но мальчик был умный. Но он решил смотреть в замочную скважину. Заглядывая в одну скважину. И видит там. Нога человека. Он много же не видит через скважину. Он видит только нога человека. И какой-то. Рука. Другого человека. Перед ее. Не больше или меньше. Просто ужас. Кровь течет. Он испугался. Что это за люди живут во дворце. Тогда. После этого. Он идет дальше. Заглядывает в другую. Такую вот. Замочную. Скважину. И видит. Какой-то человек. Сидит. Перед ним. Пачки денег. На лице. Какое-то удовлетворение. Какое-то удовольствие. И он думает. Что это за жадность. Что это за дикость. Человек видит деньги. И уже сияет от счастья. Что это за моральный уровень таких людей. И дальше. Еще там. Я не буду причитать. Много таких красивых примеров. Он дальше заглядывает. Еще один. Последний. Третий случай. И там. Видит. Несколько человек сидят. И опять же. Какие-то золотые монеты. Что-то тут. Один другому дает. И прочее. Видимо. Явно воры и преступники. Делят добычу. В общем. Куда я попал. И тогда его встречает. Местный житель. Юноша. И говорит. Ну как. Понравилось у нас. Он говорит. Ужас. Это же страшно. Он говорит. А что страшно. Ну смотри. Что я видел. Давай откроем двери. При тебе. Пошел. Ключник. Открыл все двери. И что видит мальчик. Там где. Нога. Кровь. И прочее. Это хирургическая комната. Операционная. Лечит человека. У которого. Ни про кого не будет сказано. Гангрена. Его просто спасает. Он проживет еще 40 лет. Дальше. Страшный. Жадный человек. Который весь сияет. При виде денег. Оказывается. Это. Он сияет. Действительно сияет. От вида денег. Это. Денег. Которые. Были собраны. Для проекта. Строительства. Дома. Для. Сирот. И он весь доволен. Что этой суммы уже достаточно. Может приступить к строительству дома. Третья дверь. Ну вы уже догадываетесь. Там где-то три. Страшных человека. Деля деньги. Это. Они делят. Тоже. На. Разные проекты. И делят. Между собой. Все довольны. И прочее. А он ничего не видел. Он ничего не знал. Все что он видел. Было ужасным. А на самом деле. Все. Совершенно не так. Конечно. Это модель. Здесь такая книга. У нас в Израиле. Для детей. Хорошая книга. Красивые картинки. Все. Поучительно. Я хотел ее рассказать здесь. Так или иначе. Это просто помочь детям. Книга для детей. Но она хороша для взрослых. Помочь детям понять. Чтобы определить справедливо в мире что-то или нет. Ты должен знать всю картину. И по расстояниям. Географиям. И по временной шкале. Только тогда ты вообще можешь понять что в это не было. И поэтому вместо того чтобы. Мучиться проблемой. А где же справедливость. И где добро Всевышнего. Нужно взять это за аксиому. Что есть добро. И что есть справедливость. Это не просто. Но это есть. И это разобрано. Например. В книге. Берешит. В Торе. Гнедельная глава Ваера. Когда Авраам спросил у Всевышнего. Который собирался. Нужно читать там. В главе Ваера. Собирался уничтожить. Город. И там комплекс. Пяти городов. Седом. И Амура. По русски говорят. Седом. И Гамора. Еще три города. Уничтожить всех. Тогда Авраам спросил. Наш прадед. Как можно всех уничтожить? А если там есть хорошие люди. В этом городе. Тогда. В итоге. Я сокращаю все. Пришли к тому. Что если есть десять праведных людей. Город не будет уничтожен. Отсюда мы делаем вывод. Что люди связаны между собой. Наличие десяти праведных людей. Спасает. Город. В котором есть. Весьма неправедные люди. И наоборот. Отсутствие. Вот допустим. Десяти праведных людей. Придет к тому. Что весь город погиб. С хорошими людьми. Нет. И так далее. И наконец. Есть книга Иова. В Танахе. Танах это еврейская библия. Книга Иова. И все эти вопросы разбираются подробно. Книга интересная. Немаленькая. Сложная. И последние главы этой книги. Они. Приводят к тому. Что Всевышний этому Иову. Который спрашивает. Задает вопросы. Которые вы задали. А где же добро. Где справедливость. Получает ответ потрясающий. Перед ним. Ему показали. Устройство мира. Как взаимосвязаны. Все животные. Растения. Природные явления. Почему в одном месте буря. В другом жарко. В другом холодно. Почему рыбы так. Почему птицы так. Как это все вместе связано. И когда он увидел это. То ответ Всевышнего он принял. Он сказал. Творец мира. Что как ты не можешь все это видеть. Это всю картину. Ты не можешь видеть. Так ты не можешь понять. Что все справедливо и хорошо. Но да. Справедливо и хорошо. Потому что. Очень просто. Тверно тематическое. В кавычках. Доказательство. Потому что. Творцу мира. Не нужно создавать мир. Который несправедлив. Нет этой задачи. Наоборот. Ему. Если так можно выразить. То есть. Он очень болеет. За то. Чтобы мир. Был бы справедливым. И выглядел бы справедливым. И был бы понят справедливым. Но это невозможно сделать. В этом замке. В этом волшебном дворце. С этим коридором. И замочными скважинами. Невозможно. Ты должен видеть картину. Только тогда. Ты будешь видеть все. И поэтому. На практике. Это означает. Что мы эти вопросы. Не задаем. А наоборот. Мы это. Мы евреи. Все кто хотят. Так же понимать мир. Все справедливо. Абсолютно. Все хорошо. В каждом точечном случае. Где ты видишь зло. Надо. Устранить это зло. Предотвратить это зло. И так далее. А иногда ничего не делать. Иногда закрыть глаза. Иногда открыть глаза. Это. Нет одной формулы. Но ясно. Что нельзя быть равнодушным. И нужно делать все. Что можно. И как можно. Это. Вот. Общий такой ответ. Я постарался дать. А. Теоретическую. Так сказать. Основу всего. Посмотрите. Книги Ваикра. По-русски. Это Левит. Двадцать шестая глава. Книги Дворин. По-русски. Второзаконие. Иногда. Это пятая книга. Двадцать восьмая глава. И там. Много-много. Перечислено. В том числе. Совершенно страшных явлений. Но всегда говорится. Что это есть причины. Следственные связи. Если кто-то скажет. Но ребенок то ни при чем. Там причина следствия. Наверное. Плохого поведения. Нет. Ребенок не вырос. На улице. Аист не принес. Под капустой не нашли. Ребенок рос в какой-то семье. Он где-то рос. Семья велась и не так как нужно. Поэтому за ребенка какая-то тень будет брошена. Если что. Но если. И все может быть. Как со взрослыми. Так и с детьми. И все не случайно. И все связано. И все до этого души. Который он сказал. Но всегда. Полный итог. В будущем мире. И этот ребенок. Который здесь. Так. Мучился. И по странам. Например. Я не знаю. Но например. В будущем мире. Который вечный. Который не имеет ограничений. Будет находиться. В очень-очень хорошем месте. Вот это все. И мы никогда никому не желаем. Ни мучений. Ни страданий. Ни болезней. Нужно понимать это как явление. И нужно понимать. Что все явления. Они справедливы. С заглавной буквой С. Справедливы с большой буквой С. И добро с большой буквой Д. Так мы смотрим на мир. И тогда мы в этом мире можем вести себя лучше. Чем если быть в постоянных каких-то претензиях. К небесам. Все как с вопросами. С ограниченными. С такими. С обидами. Это плохо. Это будет человека только разрушать. А взгляд на мир, что он справедлив. Человеку будет возвышать. И укреплять. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.